Анкара доверяет Москве в вопросе отвода курдских формирования от границ. Об этом заявил глава МИДа Турции по итогам трехсторонней встречи в Женеве. Россия, Турция и Иран договорились запустить Конституционный комитет Сирии. Он начнет работать уже сегодня. Все подробности спросим у нашего специального корреспондента Антона Подковенко. Он выходит в прямой эфир. Антон, приветствую. Вот что это для Сирии все означает? Приветствую. Что это для Сирии все означает? Да, здравствуйте, коллеги. Министр иностранных дел России Сергея Лаврова здесь, в Женеве, в Дворце нации, встречали десятки телевизионных камер. Действительно, особую значимость его встречи с иранским и турецким коллегой придает тот факт, что уже истекли 150 часов, которые были отведены курдским формированием для того, чтобы они отвели свои силы в Сирии от турецкой границы на 30 километров. И этот отвод совершен по плану и по графику. Это особо подчеркнул сегодня глава турецкого МИДа Меблюд Чевушаглу. И сделано это с помощью российской военной полиции. Вот этот отвод курдов. И вот что Сергей Лавров ответил на условную критику западных средств массовой информации о якобы усилении российского военного присутствия в регионе. Давайте послушаем. Мы вынуждены работать с теми, кто есть на земле. Так называемый деконфликтинг, он существует, и военные находятся в контакте. Но я не думаю, что присутствие, о котором было упомянуто моими коллегами, и тем более присутствие, которое регулируется договоренностями, в том числе сочинскими договоренностями, я не думаю, что их можно сравнивать с незаконным присутствием коалиции. Мы достигли понимания, и мы поделились с вами меморандумом, который мы подписали. В соответствии с ним, все силы курдской оппозиции должны отойти на 30 километров от нашей границы. Россия проинформировала нас, что курдские силы покинули эту зону. И мы должны верить российским партнерам, поскольку мы много лет работаем над тем, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии. Но мы не можем доверять террористам. На местах это понимают все, в том числе и американцы, что террористы не могут быть надежными. Так что доверять им было ошибкой со стороны США. У Сергея Лаврова, Мевлюточа Ушаглу и их иранского коллеги сегодня также была встреча со специальным представителем Генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном, который откроет первое заседание Сирийского конституционного комитета, решение о создании которого было принято еще в январе прошлого года в Сочи. Это стало результатом очень долгой и тщательной работы Москвы, Тегерана и Анкары. И вот сегодня еще раз были закреплены все важнейшие положения в министерском заявлении. Послушаем. В заявлении подтверждается наша полная приверженность суверенитету территориальной целостности Сирийской Сирии, подтверждается наша линия на выкорчевывание терроризма во всех его проявлениях в этой стране, подтверждается наше неприятие любых сепаратистских устремлений на Сирийской территории. Мы также приветствуем в этом заявлении начало работы Конституционного комитета, подчеркиваем, что запуск этого механизма в очередной раз, лишний раз подтверждает, что нет военного решения сирийского конфликта. Заявления, которые были сделаны здесь, в Женеве, во Дворце наций по сирийскому вопросу, придает особый вес и значимость то, что они сделаны в преддверии первого заседания вот того самого сирийского Конституционного комитета. Российская делегация уже покидает Женеву. Но также прочие зарубежные дипломаты не будут присутствовать на этом первом заседании, чтобы сирийцы могли сами начать и приступить к формированию нового основного закона своей страны. Коллеги. Да, очередные шаги к миру. Это замечательно. Спасибо. Антон Подковенко из Женевы.